Добрый вечер, уважаемые коллеги. Очень приятно, что в конце третьего рабочего дня у нас хотя бы половина аудитории присутствует. Это говорит об актуальности тех проблем, которые мы обсуждаем. Итак, 600 секунд ТОХАЙПЭК, мнение клинического онколога. Вообще, когда мы говорим о развитии перитениального канцероматоза, это достаточно частый вид прогрессирования при злокачественных заболеваниях органов брюшной полости и малого таза. И развитие канцероматоза, как правило, ассоциируется с неблагоприятным прогнозом. Почему? Потому что хирургическая коррекция полноценной не поддается, а существующие методы лекарственного лечения позволяют лишь на некоторое время облегчить состояние больного. И тем самым существующие препараты не демонстрируют слишком высокой эффективности, поэтому медиана выживаемости этой когорты больных достаточно невысокая. По данным разных авторов, это не более 12-14 месяцев. Если мы посмотрим на частоту развития канцероматоза брюшины при первичной диагностике, например, рака желудка, то это каждый пятый больной. Колоректальный рак – это примерно 7-10%. А вот прогрессирование заболевания, оно сопровождается значительно большей частотой развития данной проблемы. Это 60% больных раком желудка и примерно 15-25% больных колоректальным раком демонстрируют поражение брюшины. Это все говорит о том, что для этой когорты больных требуется какой-то особый подход, поиск особого лечения. И вот то, о чем говорил же Андрей Александрович Павел Шигабекер, который предложил абсолютно альтернативную стратегию. Это концепция регионального воздействия, то есть это выполнение циторедуктивного вмешательства совместно с интерперитониальным введением препарата. Почему интерперитониально? Потому что как бы хорошо ни была выполнена циторедукция, вплоть до удаления всех макроскопических очагов, вероятность того, что рецидив канцерматоза вернется, очень высок. Поэтому было предложено внутрибрюшинное введение препаратов. Почему именно внутрибрюшинное лучше, чем внутрисосудистое традиционное введение? Потому что в этой ситуации мы можем использовать более высокие дозы цитостатиков, что невозможно при традиционном внутрисосудистом введении в силу токсичности. Ну и кроме этого гипертемия, которую мы используем, она усиливает цитотоксическое действие препарата. Она увеличивает глубину проникновения цитостатиков, она увеличивает захват цитостатиков опухолевыми клетками, и она усиливает повреждения молекул ДНК. Кроме этого ряда препаратов, в частности речь идет о доксорубицине, он имеет очень высокую молекулярную массу, поэтому медленно элиминируется и может более долгое время циркулировать и оказывать свой эффект. То есть здесь сочетание различных физических и химических методов, которые направлены на именно создание более эффективной системы по борьбе с канцерматозом. Что влияет с точки зрения клинического онколога на выбор в сторону регионального лечения? Ну если первую линию системной лекарственной терапии мы можем предложить практически 100% больных, то циторедукция и хайпек – это очень и очень ограниченная группа пациентов. Это не более 20% больных, которым мы можем предложить. Что очень важно? Ну то, о чем мы говорили, это индекс канцерматоза и полнота циторедукции. Все-таки распространенность опухолевого процесса, поражение лимфатических узлов и экстраперитениальное проявление опухолевого процесса – это больше минус. Кроме этого, это возраст, коморбидное состояние, предшествующие операции, предшествующая химиотерапия – тоже крайне важны. Ну и надо сопоставлять ту пользу, которую мы можем получить, и те осложнения, которые тоже мы можем получить в результате этой процедуры. Как влияет предшествующая химиотерапия на эту процедуру? Если больной ответил полным регрессом, то никакой целесообразности в выполнении циторедукции и хайпека у этих больных нет абсолютно. А вот это всего 10% больных. Самая большая группа – это 70% пациентов, которые либо не ответили, либо имеют прогрессирование. Да, циторедукцию и хайпека можно выполнить, но эффект от этой процедуры у них будет хуже, чем вот как раз третья группа пациентов – это порядка 20% больных, у которых возник частичный регресс. Больные хорошо ответили на лечение. Поэтому с консолидирующей целью именно этой когорте больных необходимо выполнять регионарное лечение. Как влияет полнота циторедукции? Этот слайд тоже мы видели. Чем оптимальнее выполнена циторедукция, тем дольше показатели выживаемости наших пациентов. Ну и в целом клинический портрет пациента, которому мы могли бы рекомендовать данную процедуру, выглядит примерно так. Как ни странно, это более старшая возрастная группа, пол не имеет значения. Минимальное проявление в идеале отсутствия иных экстраперитениальных проявлений. Низкая степень агрессивности опухолевых клеток. Больные, которые ответили частичным регрессом на предшествующую химиотерапию. Конечно, сохранные больные с низким индексом канцероматоза и больные, которые подвергнуты максимально полной циторедукции. Какие же препараты мы можем использовать? Это особые свойства препаратов, которые мы должны учитывать. Быстрое и глубокое проникновение в брюшину и в опухолевые ткани. Синергизм с гипертермией. Минимальная токсичность препаратов и активность в отношении опухолевого процесса. Важное значение имеет не специфичность к фазам клеточного цикла. Но и ряд авторов считает, что если больной, о чем я уже говорила, прогрессирует на системной терапии, то в качестве регионального лечения этот препарат мы все равно можем использовать. И вот из тех препаратов, на сегодняшний день которые мы обладаем, метамицин С, оксалеплатин, цисплатин и доксорубицин, они являются наиболее эффективными препаратами для этой процедуры. Почему? Потому что это за исключением доксорубицина все алкелирующие агенты. Это активные цитостатики. Для их активации не требуется прохождение каких этапов метаболизма. Это все фазово-неспецифичные препараты. То есть они действуют на клетки, находящиеся в любой фазе цикла. Будь то спящая, дремлющая клетка, будь то клетка, которая находится в любой фазе метоза. Гипертермия усиливает эффект всех этих препаратов. Ну и глубина проникновения, о чем говорил уже Андрей Александрович, у этих препаратов как минимум 2 мм. Важное значение имеет раствор, на котором водим. Мы тоже об этом сегодня уже слышали. Изотонические солевые растворы и растворы декстроза быстро всасываются и быстро доставляют препарат в опухолевую ткань. А вот гипотонические растворы в эксперименте показали достаточно высокую эффективность, но на практике они вызывают высокую частоту постоперационных осложнений. Гипертонические растворы большим минусом являются из-за разницы осматического давления. Они вызывают приток жидкости в брюшной полости, поэтому снижают концентрацию препаратов. Их использование нецелесообразно. Поэтому только изотонические солевые растворы и растворы декстроза. Это те заболевания, которые мы можем лечить, и те препараты, те режимы химиотерапии, которые наиболее часто используются, по крайней мере, в нашем центре. Ну и на сегодняшний день накоплен достаточно большой опыт. И можно сказать однозначно, что циторедукция с хайпэком наиболее эффективна только при псевдомиксоне брюшины, при мезотелиоме брюшины. И по данным разных авторов, именно хайпэк, циторедукция хайпэк увеличивает медиану выживаемости примерно на 30-50%. Что нельзя сказать относительно колоректального рака? В прошлом году на АСКО были доложены результаты исследования Продидж. 265 больных метастатическим колоректальным раком, но только с поражением брюшины, подвергались хирургическому лечению циторедукции. Это был полный либо субоптимальный объем циторедукции. В дальнейшем они были рандомизированы на две группы. Первая группа – это больные, которым проводилась процедура хайпэк и системное лекарственное лечение. И вторая группа – это больные, которые подвергались только лекарственной терапии. Главная цель, как во всех исследованиях, в основном – это оценка общей выживаемости. Дополнительно – это безрецидивная выживаемость, прогностические факторы и безопасность. И что же было показано? Было показано, что при медиане наблюдения практически 63 месяца общая выживаемость оказалась абсолютно идентичной. Но цифра колоссальная – 41 месяц. То есть здесь, конечно, огромную роль сыграла та циторедукция, а не то локальное воздействие, которое было проведено. Общая безрецидивная выживаемость. Немножко расходятся кривые, но, тем не менее, при наблюдении уже после полутора лет кривые сошлись, и никакой разницы в безрецидивной выживаемости не было отмечено. Авторы сделали вывод о том, что циторедукция при перитениальном канцерноматозе колоректального рака оказывает колоссальное влияние на выживаемость, А вот дополнение процедуры ХАЙПЭК абсолютно не оказало никакой эффективности с точки зрения влияния на выживаемость безрецидивную и на общую. Но в группе ХАЙПЭК была большая частота осложнений и пролонгация госпитализации, что тоже немаловажно. И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, проблема лечения канцерноматоза брюшина, она далека от разрешения. Циторедуктивные вмешательства совместно с ХАЙПЭК дают многообещающие результаты, но это очень и очень ограниченная группа пациентов. И мы с вами должны выбрать именно ту когорту больных, которую мы сможем увеличить продолжительность жизни на 30-50%. Эти больные, конечно, нуждаются в продолжении системной лекарственной терапии после локального лечения. Но и мнение о ХАЙПЭК, оно, конечно, имеет определенную долю скептицизма, и поэтому на сегодняшний день пока в современные стандарты и рекомендации эта процедура не вошла. Это говорит еще раз о том, что эти данные требуют дальнейшего подтверждения уже в проспективных рандомизированных исследованиях. Спасибо за внимание. И как бы ни было нам сложно бороться, но мы должны бороться за жизнь наших пациентов в любой ситуации. Спасибо. Спасибо.